Зал встретил губернатора Олега Кувшинникова аплодисментами, а женщины, оценив его рост, сказали, вот это настоящий губернатор. Олег Кувшинников взял слово, прежде чем глава Кирилловского района отчитался о проделанной работе. Олег Кувшинников заявил, что сейчас перед ним поставлена задача для того, чтобы главу региона, главу района развернуть лицом к народу. Потому что раньше существовала такая ситуация, когда местный глава поселения кивал на главу района, а глава района на губернатора, мол, деньги все там. Вот что сказал Олег Кувшинников по этому поводу. Глава района и глава сельского поселения будут отвечать за все, что происходит в конкретном сельском поселении, в конкретном районе. За все. За благоустройство, за обеспечение углем и дровами, за проблемы здравоохранения, образования, за развитие институционного потенциала, за развитие конкретных отраслей промышленности. Для этого я сделаю все возможное, чтобы развернуть их простому человеку. Доклад главы Кирилловского района Сергея Усова был в принципе оптимистичный. И промышленность растет, и торговля развивается, и туристы в город едут, строятся гостиницы, рестораны. Но все-таки безработица выше, чем средняя по Вологодской области. Молодежь не остается в регионе. И вот это сейчас главная задача для того, чтобы оставить молодое поколение, которое могло бы и улучшить демографическую ситуацию в районе, а также улучшить развитие туризма, промышленности, торговли. Это сейчас самая главная задача, которая стоит перед районом. В планах правительства Вологодской области газификация Ватегорска, Белозерска, Вашкинского и Кирилловского районов. Уже сейчас готова вся документация, намечены пути прокладки газопровода, подготовлена площадка для складирования труб. И в ближайшие годы надеемся пустить дымок голубой на наших котельных. В ходе таких встреч Олег Кувшинников говорит, что я, как и вы, жители района, слушаю отчет главы. Но вопросы, которые жители Кириллова и Кирилловского района, собравшиеся на встречу, задавались в большей степени Олегу Кувшинникову. И как оказалось на многие вопросы еще до того, как начать диалог с залом, Олег Кувшинников дал ответы. И еще одна интересная особенность, то, что те вопросы, которые жители Кириллова задавали напрямую губернатору области, решались на месте. Кадровая политика по привлечению специалистов образования, медицины, правильно, и сельского хозяйства. И конкретный вопрос, когда в районе появится врач-офтальмолог? Алексей Васильевич, надо посмотреть, выделить маневренный фонд, для того, чтобы врачи и узких специалистов привлекать. Вместо отведенных полутора часов на встречу, встреча продлилась гораздо больше, жители района задавали свои вопросы. И Олег Кувшинников сказал, я никуда не тороплюсь. И после того, как завершился диалог с полным залом, а я еще напомню, что встречу те, кто не смогли попасть в зал, зал небольшой, всего на 200 мест, они смотрели трансляцию в холле. Так вот, Олег Кувшинников сказал, что готов рассмотреть все личные вопросы индивидуально.